давайте плавно начнем времени мало хочется дать много чего интересного хочется подышать и конкретно сделать практике меня зовут роман корловский я уже частый резидент на супервизию миша филяева я дополняю ваше волшебство то что с вами происходит дыхательными практиками у меня свой центр дыхания в москве есть youtube канал там тоже много практик в общем кому интересно потом просто погуглите роман корловский в google убиваете и там все про меня выходит кто из вас поднимите руку пожалуйста дышал или занимался какими-то дыхательными техниками а ну супер какими бодифлекс отличная очень крутая практика еще у нас центре ну профессионалы уже да что еще какие еще практики кундалини йоги пранаяма да пошевская тема да хорошо сегодня будет несколько техник дыхания и ваша задача почувствовать эффект именно почувствовать потому что отдыхание можно очень много говорить очень много умных фраз умных слов с точки зрения йоги с точки зрения медицины с точки зрения эзотерики магии там еще чего то то есть техники дыхания во многих культурах древних течениях направления в шаманизме в йоге на западе они считаются самыми сильными инструментами которые изменяют сознание состояние физическое они помогают исцелить успокоиться набрать там количество энергии огромное до жизненные силы то есть через техники дыхания вы можете решить какие-то проблемы задачи мне даже есть официальный хэштег центра называется на дышал или на дышала то есть есть такие программы в которых человек входит дышит с намерением с определенным и после такой программы у этого человека начинают сбываться вот эти желания и намерения с которыми но на которые люди дышали тут все просто происходит ты достаточно хорошо если вы можете фокусировать внимание на каком-то состоянии там состояние успеха состояние здоровья да это в теле все и если вы делаете техники дыхания при концентрации внимания но она у вас никуда не уходит то вы начинаете накачивать и усиливать это состояние то есть через техники дыхания выделяется огромное количество энергии жизненной силы снимаются блоки расширяется сознание именно таким экологичным путем потому что есть другие не экологичные методы дыхание это такой самый один из интересных инструментов которые можно использовать и научиться с точки зрения физики дыхания до изменяя тип дыхания вот вы сейчас дышите давайте знаете мы сделаем такой интересный эксперимент по циклам дыхания в минуту можно вычислить в каком состоянии человек находится в тревожном либо в каком состоянии организма человека есть ли гипоксия хватает ли клеткам кислорода насколько хорошо обогащает кровь мозг например да если давление это сделать очень просто мы сейчас подышим вы сейчас точнее посчитаете насколько вы сделали за минуту дыхание только будьте в покое не форсируйте не старайтесь дышать медленнее или быстрее сядьте или лягте удобно я скажу старт и вы просто начнете считать сколько ваше тело дышит в автомате то есть автоматически постарайтесь вообще не форсировать просто наблюдать и потом вы скажете у кого сколько знаете когда человек нервничает переживает там или что-то случилось как человек дышит обычно учащенно то есть это реакция организма на какую-то ситуацию на какое-то состояние до либо на какую-то тему психосоматическую сейчас все усядутся улягутся смотрите да пожалуйста громкость телефончиков лучше подрегулировать на минимум чтоб не отвлекаться и все ли готовы я просто скажу старт и вы просто считаете сколько вы либо вдохов сделали либо выдохов не пару аж либо какой-то вдох считаете либо какой-то выдох это цикл дыхания и когда я скажу стоп вы закончите ну что погнали старт считаем а и 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 Стоп. Сколько у кого? Семь, шесть. Девять. Семнадцать. Семнадцать. Шестнадцать. У кого шесть? У кого меньше шести? У вас меньше шести? Пять. У кого больше семнадцати? Ладно, у кого больше пятнадцати? смотрите я не могу сказать что только по этим данным сейчас можно уже делать какие-то выводы если себя половить в течение дня утром в обед вечером утром в обед вечером дня три половить себя на счете в минуту если у вас в среднем будет больше 10 дыханий в минуту до в среднем там 10 15 10 15 10 но не ниже это не очень хорошо значит организму мозгу где-то в системе не хватает кислорода происходит гипервентиляция то есть чем чаще вы дышите тем хуже ну так условно чем меньше если там 5 в покое там дали 6 или 7 это идеально нет в покое в покое чем меньше вы можете быть в определенном состоянии у вас все клетки получают кислород нужное количество и организму не требуется учить ну чаще дышать потому что обогащение кислородом именно клетками это не зависит от от чистоты дыхания вот чем дело чистота дыхания это вызывается беспокойством либо нехватка чего-то поэтому то здесь женщины может быть более эмоционально и из-за этого они могут чаще дышать мужчина менее эмоциональный поэтому не рушится мужчина такой сидит думает ну ща дорогая подожди сейчас я пока все упадет я встану да то есть не беспокойся там уже все горит все да он такой дорогая будь спокойно все нормально сейчас все разрулим ну что дом горит ты что вот мужчина менее эмоциональный то есть больше контролирует поэтому возможно на из-за этого так считать но организм такая штука очень мудрая и хитрая слишком и чтобы получить доступ например к состоянию к химическому состоянию к изменению химии в организме мы же не можем регулировать сердцебиение например но нереально но мы не можем также регулировать работу печени да как-то там подкрутить ее как-то там улучшить но мы можем управлять своим дыханием мы можем сделать так себе сказать дыши не дыши дыши медленнее дыши чаще да и дыхательная система слушается именно это является ключом ко всей системе организма и к управлению сердцебиением и к управлению изменению работе мозга головного и вот в этом интересный момент потому что изменяя тип дыхания вы изменяете подачу кислорода углекислого газа в кровь это изменяет гормональный фон это изменяет всю химическую структуру нашего тела то есть задержка дыхания может очень глубоко сдвинуть на состояние спокойствия например кто-нибудь слышал о том что задержка дыхания благодаря задержкам дыхания вы обогащаете кислородом клетки слышали такой парад да за счет задержек дыхания вы накапливаете углекислый газ в тканях в межклеточным просто в крови и так далее везде и углекислый газ он влияет на усвоение самого кислорода то есть чем меньше углекислого газа тем меньше усваивается кислород тем больше так извините там энерго там энергообмен другой совершенно при спорте и co2 выделяется интенсивнее понимаете там все параметры все все танто на то и выходит есть много-много короче противоречия нюанса типа дыши глубже на самом деле дыши глубже это можно просто и подзависли вот это правильно но когда вы постоянно дышите глубже глубоко еще и часто то это не очень хорошо потому что углекислый газ вы выкидываете это гипервентиляция то есть в покое в обычной жизни чем меньше вы и реже дышите тем лучше скажем так но сегодня будут разные практики есть еще техники дыхания кто не слышал холотропное дыхание ребёфинг да но у нас сегодня не будет погров у нас будет похоже с музыкой но энергодыхание это отличается от холотропа это гораздо безопаснее потому что холотроп все-таки имеет определенную степень допуска участника до этой практике это очень важно то есть нужна подготовка если мы берем энергодыхание то подготовка не такая уж и лютая нужно да то есть она более безопаснее так вот на при помощи изменить типа дыхания мы меняем состояние и вот тут-то самый интересный прикол куда его менять она меняется вот дали пластилин пластилин гнется лепится чё из него можно слепить и вот мы можем управлять и при помощи дыхания входить в ресурсное состояние максимальный ресурс вот то что было потом это был мастхэв это самое ресурсное состояние на уровне химии психики сознания эталонное состояние конечно без варе я другого не даю сразу говорю то есть вообще по-другому никак смотрите нам нужно просто сделать две предварительные техники вы должны быть готовы изначально мы сделаем техники на накопление углекислого газа это про на ямы из йоги кто-то слышал про квадратичное дыхание да но не все очень крутая тема очень рекомендую запомнить и использовать дышать вот эту практику каждый день сейчас объясню как она делается и вы будете просто ну постоянно в дзене спокойствие то есть если например там у вас где-то идет какой-то раскачкой по эмоциям до нужно что-то сделать у вас нету под рукой коллеги терапевта да что-то надо сделать собой или там там перед там не знаю как каким-то событием до нервните или после чего-то сложный клиент попался и так далее в общем вы можете через десять минут делай эту практику прийти в полный баланс устойчивое состояние высоко повышенная концентрация внимания и здесь она выполняется очень просто этот квадрат можно увеличивать по времени то есть стрелка вверх это вдох точнее я включу метроном на программе он будет отсчитывать 60 ударов в минуту короче секунды тикает и вы пока считаете до 5 вы делаете вдох 1 2 3 4 5 набрали полный легкие стрелка вправо это задержка с полными легкими задержка на вдохе тоже пять секунд стрелка вниз выдох 5 секунд стрелка влево задержка на выдохе с пустыми легкими и вас она должна быть замкнута правило такое чтобы вы не ломали эту схему чтобы у вас был квадрат вдох задержка выдох задержка вдох задержка выдох задержка четко без пауз там без задышек ну если там кашель ну ладно боксинг продолжите дальше но желательно чтобы вы его не разрывали дальше момент какое-то какое-то время для вас пятерки будут ну может быть комфортно по 5 секунд как только вы почувствовали что вы тянете все пятно по 5 секунд ребро ну все то есть нет нет никакого эффекта что не хватает кислорода вы увеличиваете на одну 6 6 6 6 потом 7 7 7 7 то есть расширяйте квадрат по максимум смысл в том чтобы вы пока делаете вот эту практику вы чувствовали нехватку кислорода и при этом всем вы не ломали квадрат не было дышки на грани понятно техника делается носом в любой позиции лежа сидя как угодно и здесь еще очень важный элемент у вас усиливается концентрация внимания вот и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...